о той глубокой реальности, которая находится за известным выражением Достоевского, о том, что красота спасет мир. Здравствуйте, господицы, давайте начнем. Я буду говорить в русском сегодня. Меня зовут Владимир Майков, и я буду говорить о глубокой реальности, которая находится в заднем речке Достоевского известного цвента, что красота спасет мир. Презентацию, потому что не работает сейчас техника. Вы можете дополнить своим воображением. Люди – это вопрошающие существа. С раннего детства мы почемучки, мы всегда спрашиваем, а это что такое, это что издают тысячи вопросов своим близким. И великий немецкий философ Мартин Хайдегер догадался задать вопрос о смысле задавания вопросов, то есть о вопрошании. И ответ удивительный, простой и глубокий. С помощью вопросов мы ищем ответы. And the question to that question of his is simple and yet very deep. We use questions to find answers. Но любые ли ответы нас интересуют? Например, вы спросили меня, сколько времени? А я вам ответил, 18 градусов тепла. Этот простой очевидный пример показывает, что через вопросы мы ищем информацию о том, как оно есть на самом деле. Мы ищем ответ на вопрос о реальности. И в совокупности наше вопрошение показывает на то, что у всех людей есть общечеловеческая устремленность к тому, чтобы стать более и более реальными. И это, наверное, наш общечеловеческий эволюционный драйв. И в этом аспекте все, что мы делаем, может быть рассмотрено как инструменты эволюции, как средства эволюции, как помощники эволюции. Как известно, в истории Европы на протяжении нескольких тысячелетий высшей реальностью была Библия, ее тексты. И все, что противоречило Библии, объявлялось еретическим и уничтожаловалось, как правило. Почему Библия считалась высшим источником в реальности? Потому что это было единственное, доступное человеку и человечеству свидетельство контакта человека с Абсолютом. Старый завет – контакты с Яхве, древнееврейских пророков, и Новый завет – свидетельствование о жизни воплотившегося в человеческом теле Бога, Христа. Поэтому нам в нашем поиске реальности, мы люди всегда искали максимально достоверные абсолютные ориентиры. Начиная в истории европейской философии с Декарта, вот таким абсолютным ориентиром стало Я-Есмь, то есть персональное измерение человека. Известное выражение когито-эрго-сум на самом деле, вот это видно из переписки, хорошо известное из переписки эпистолярное Декарта, первоначально переживалось им как «Я существую», и это основа всего. И мы хорошо знаем, что это не только основа европейской философии, потому как у самых ее истоков Протагор, как известно, говорил «Человек есть мера всех вещей». И мы можем проследить эту линию от древнегреческих философов до Декарта, основателя современной, вместе с Ньютоном основателя современной науки. Далее мысль как воли и представление философии Шопенгауэр, Артур Шопенгауэр, извините, голова немножко не в порядке. И Грегори Бейтсон, который говорил о том, что в каждом из нас работает редактор реальности. Именно персональные измерения, внутренний мир, душу древние греки называли первоначально И от объединения двух человеческих логосов, например, Ксении и моего, возникает диалогос. Но логос – это не обычное человеческое психологическое измерение, это сущностное измерение, в котором человек находится в контакте с своей собственной бесконечностью. И, как мы знаем хорошо, из диалогоса произошла вся современная европейская философия. Сократ учил через диалоги, все произведения Платона – это диалоги. Из объединения индивидуальных логосов в древнегреческих городах Полисах, на центральной площади, которая называлась Агора, то есть вот из поли логов, возникла современная демократия. И modern democracy was also born from a combination of logoses at the main square of an ancient Polis, when all the logoses got there together and founded the first democracy. Поэтому вот эти два измерения человеческой ситуации, мое индивидуальное персональное измерение, я есмь, и измерение, объединенное из двух и более персональных реальностей, межперсонально, они являются двумя главными аспектами, в которых мы живем, двумя главными пространствами. Древние буддисты открыли удивительное учение, удивительные, обнаружили удивительные знания о том, как мы можем работать с основополагающими препятствиями для нашего развития. У известного буддолога Александра Берзина на его странице в интернете, а она многоязычная, там на всех основных языках его работы, есть замечательная статья о четырех безмерных в традиции буддизма. Четыре безмерных – это четыре основные катализатора эволюции, работающие в человеческой ситуации. Как мы знаем, наше человеческое развитие точно так же, как любое другое развитие, любые другие реакции, например, те реакции химические, которые мы изучаем в школьном курсе, могут многократно ускоряться, если в химическую реакцию добавляются катализаторы. И вот древние буддисты сделали удивительное открытие о том, что основным препятствием для человеческого роста в персональном измерении, то есть в жизни каждого из нас, является непринятие себя, отвержение себя, недоверие к себе, нелюбовь к себе, непроявление милосердия к себе, низкая оценка себя – это все синонимы одного и того же отношения. Главной характеристикой персонального измерения, и это то, что досталось нам от всей эволюции живого на планете Земля, от наших животных предков, является наша ограниченность, наше, соответственно, залипание, наша привязанность или пристрастие к чему угодно, к любым вещам, к любым людям. То есть мы все всегда себя ограничиваем разными способами. Это основная проблема, работающая в персональном измерении каждого из нас. The main problem of our personal dimension that we inherited, in fact, from the natural evolution, from the way nature developed, is our limitations. We always limit ourselves, and we tend to form addictions to people, to things, to every aspect of our lives. We limit ourselves, and this is the main obstacle that doesn't let us develop. This is the problem that each of us faces in their personal dimension. Другое название этой темы – это эгоизм каждого из нас. Another aspect of this subject is эгоизм, эготизм. И это проявляется одинаковым образом во все времена, во все культуры, независимо от религии, независимо от страны, независимо от конкретных полификаций, потому что это главная базовая тенденция всех людей. Мы все ограничиваемся, мы все к чему-то привязываемся. И вот древние буддисты открыли, что главное лекарство, главный антидот этой привязанности и ограниченности является милосердие к себе, принятие к себе, прощение себя, неосуждение себя. И в результате наши привязанности, наши ограниченности, как показали древние буддисты, трансформируются в то, что они назвали различающей мудростью. И различающая мудрость – это способность видеть все предметы, как они есть, в бесконечных оттенках и различиях. И по большому счету, именно от того, насколько развиты наши различающие шкалы по всем воспринимающим пространствам, по всем каналам восприятия, зависит наша воспринимающая различающая способность. Например, если я вижу только черное и белое, вот в себе, например, только я или хороший, или плохой, то тогда и в других людях я могу видеть только или это, или то, или черное, или белое. Потому что, как известно, мы всегда все меряем на свой аршин, и мы всегда собою измеряем всех людей. Если у меня есть 30 оттенков, например, гнева или любви – это уже лучше. Если 50 оттенков серого – это еще лучше, как показал известный фильм. Ну а если у меня тысяча оттенков? А если миллион, или как в современных стандартах видео, миллиард оттенков, стандарт HDR10 в современном телевидении? То тогда и в людях я вижу этот миллиард оттенков. Тогда и в ситуациях, и в делах, и во всем я вижу миллиард оттенков. Теперь представим себе фантастическую ситуацию, что я открыл и установил контакт со своей сущностью, которая бесконечна. То есть, и теперь я уже ничем не ограничен. Но это означает, что тогда и всех людей я вижу неограничено, и в любой ситуации я вижу бесконечное количество бесконечных возможностей, ее разрешения и развития. Это означает, что я также вижу других людей без никаких ограничений, и когда я смотрю на любую ситуацию, я вижу бесконечное количество возможностей, и даже если с внешней стороны я не изменился и выгляжу точно так же, то изнутри мое восприятие изменилось значительно. Это может быть одной из научных или рабочих моделей того, что называется реализацией или просветлением. Поэтому, используя эти образы, мы можем понять, что наше развитие может быть описано как все больше и больше развлечения по разным шкалам. Развлечение, игра развлечения, гармония всевозможных развлечений составляет суть того, что в эстетике, в искусстве определяется как сущность красоты, бесконечное количество разнообразных оттенков. И поэтому наша способность различать напрямую связана с нашим восприятием красоты. Говорят же ведь, что красота в глазах смотрящего. Что это означает? Это означает, что если мы видим картину, если мы слышим голос, если мы смотрим фильм и говорим «Ох, как это красиво!» Это означает, что в данный момент наше состояние рядоположено сознанию Творца. Мы открылись, мы распахнули двери восприятия и оказались в этой бесконечности. И, конечно, по-хорошему, в этот момент нам нужно не отдавать художнику ту красоту, которую мы увидели в его произведении, а открыться себе и увидеть эту красоту в себе. Потому что в этот момент мы партнеры Творца. Мы равноправные участники этого акта красоты. Мы оказались способны видеть эту красоту. И она жила в этом восприятии, извините. Таким образом, в персональном измерении самая главная практика эволюции – это различение. Различать, различать и еще раз различать. Именно развлечению на самом деле мы учимся, когда изучаем в институтах или на практике разнообразные знания, получаемые предметы. Это то, что мы учим, что делать в университете, например, когда мы учим нашу академическую field, и мы учим, что дискриминовать между различными аспектами. Даже небольшое добавочное развлечение по сравнению с обычной гуманитарной оптикой показало колоссальные преимущества интегрального подхода кино-Вилбера над другими господствующими академическими подходами. Ну, вспомните простые примеры Вилбера пред-трансфолоси, например, до и пост ошибки. И так далее. Простое развлечение помогает нам совершенно по-новому, в новом объеме видеть гуманитарную ситуацию. Что уж говорить о том, если когда в гуманитарное знание в наш язык войдут те степени развлечения, которые уже сейчас присутствуют в профессиональном искусстве. Я имею в виду, например, 1 миллиард оттенков фотографий в кинопроизводстве. Это стандарт уже. Перейдем теперь очень кратко ко второму фундаментальному измерению человеческой ситуации, межперсональному. С эволюционной точки зрения, если я живу в своем персональном измерении, и даже если я достиг полностью реализации персонального измерения, освободился от всех ограничений, все равно существует колоссальное ограничение, колоссальная проблема, связанная с тем, что кроме меня на Земле свыше 7 миллиардов подобного рода персональных измерений. И каждый из нас имеет свою уникальную точку зрения и свой опыт. Поэтому следующий шаг развития и эволюции для того, чтобы стать более реальным для каждого из нас, это максимально обмениваться своей жизнью, своими мирами, насколько это возможно для каждого из нас. И поэтому максимальная открытость ко всем людям, максимальная правдивость и максимальное совершенство выражения себя и восприятия других являются необходимыми инструментами для этого. И здесь одна простая проблема, и она связана с тем, что у каждого из нас есть одно человеческое тело, и только через это тело и через то, что оно делает, мы можем выражать себя. Мы выражаем себя через голос, через жесты и через то, что творим своими руками и своей жизнью. А это означает, что для того, чтобы по максимуму выразить себя другим людям, каждый из нас должен быть гениальным художником. Другого пути просто нет. То есть высшее предназначение эволюционеров, тех людей, которые хотят непрестанного развития, хотят стать реальными, реализовать художника в себе. Ну и, соответственно, стать гением восприятия, человеком, который может полностью вбирать в себя жизнь всех других людей. И, как известно, в человеческой жизни эту функцию лучше всего выполняет искусство. Любые виды искусства. Искусство, именно искусство органично-естественной человеческой жизни. Оно не редуцирует ее к каким-то аспектам и к каким-то частичным измерениям. Вот почему я считаю, что искусство является главной эволюционной практикой для человека и человечества. Вот почему каждый из нас, начиная от первого вздоха до последнего, должен быть артистом и художником. Вот почему учиться искусству, а владевать различными видами искусства, никогда не поздно. Вот почему для каждого из нас нет никаких ограничений и никаких предпочтений. Мы можем творить на любом материале, в любом формате, изобретать все, что нам нужно. Вот как мне кажется, каково реальное место искусства в нашей жизни. И вот почему, я думаю, Достоевский говорил, что красота спасет мир. Here is how I see the real place of art in our lives. And this is why I think that Dostoevsky was right in saying that beauty will save the world. Спасибо вам большое. Я точно закончу как раз, да, ровно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Да.